Тем временем долги населения растут с геометрической прогрессией. Эксперты подсчитали, что сегодня средняя российская семья имеет кредит как минимум в четверть миллиона рублей. Но вернуть эти деньги, возможность с некоторых пор, есть не у всех. Свежие финансовые выкладки экспертов воедино собрала Елена Кольцун. Она уже в студии. Здравствуйте. Ситуация с долгами населения действительно серьезная. Причем настолько, что эксперты заговорили о раздувающемся кредитном пузыре, который рискует лопнуть и привести к кризису банковского сектора уже в ближайшие два года. Итак, по данным экспертов ОНФ, которые сделали расчеты на основании данных Банка России Росстата, рост кредитной задолженности россиян перед банками ускорился в два с половиной раза. С начала года общий объем долгов населения вырос на 9 с лишним процентов и составил более 13 триллионов рублей. В то же время займы, выданные компаниями, увеличились на 5 процентов и составили чуть больше 34 триллионов рублей. Получается, сегодня средняя российская семья имеет кредит как минимум в четверть миллиона рублей. И это в лучшем случае. Сумма считается относительно небольшой. Во всяком случае, ни машину, ни квартиру на эти деньги сейчас не купишь. Но из-за падения доходов расплачиваться даже по таким счетам многим становится нечем. Тогда люди снова идут в банки, снова занимают и снова не могут вернуть деньги. С этой привычкой экономисты рекомендуют срочно расстаться. Может, в этом и был какой-то смысл, когда процентные ставки по кредитам снижались вместе с ключевой ставкой. Так, с июня 2017 года по настоящее время данный показатель упал с 15 процентов до 13. А среднеипотечная ставка, по данным Центробанка, сейчас составляет чуть менее 9,5 процентов. Но после введения очередных антироссийских санкций и ослабления курса рубля, финансисты заговорили о том, что период дешевых денег в нашей стране закончился. Не исключено, что ЦБ начнет постепенно повышать ключевую ставку. А значит, и кредиты будут только дорожать. По прогнозу экспертов, в ближайшие месяцы нас ждет разгон инфляции, увеличение налоговых ставок, рост цен на бензин и дальнейшее ослабление курса рубля. А значит, платить по долгам будет еще сложнее. Продолжение следует...